КВН уже не тот. Эту фразу часто говорят про первоканальские игры. Игры с национальным колоритом выглядят куда забавней. Их каждый год ждут, а когда они начинаются, в зале не хватает свободных мест. Ажиотаж сравнив Василею. Причем здесь тоже поют, только сатирой украшают. Часто это сценка о легком взгляде на проблемы, которые решаешь с улыбкой на лице. Прям смех сквозь слезы. У меня меча есть, конечно, шеладная музыкальная. Самое главное, что это в первую очередь музыкальный фестиваль. Командам мы сказали, что можете как угодно проявлять себя. Поите, танцуете, пародируйте кого-нибудь, показывайте юмористическое видео. Привозите все, что можете. Вместе посмеемся. Юмор у Коми, как правило, отталкивается от знаковых событий года. Тех, которые оставили отпечаток в жизни обывателя. Это и мусор, и дикие звери, и, конечно, дождливое лето 2019-го. Вишенка всего – плывущий по Нившире КамАЗ, видео с которым разлетелось по всему интернету. Рейс Нивширосыктывкар отправляется через несколько минут. Просим всех занять свои места. Вообще, жители одноименного села на фестиваль привезли сразу две команды. Как говорят, чтобы увеличить свои шансы на победу. У нас очень самобытное село. В его жизни много веселого, много и грустного. Ситуации бывают разные. Я живу в Нившире уже пять лет, а до этого слышал, что его называют огненной землей. Люди шутили. Если туда приезжает человек и что-то говорит на русском, то его сразу бьют. Мол, поэтому надо хоть пару слов знать на Коми, чтобы сойти за своего. Но не бойтесь, это так раньше было. Конечно, ни один Коми КВН не обходится без старых друзей из Коми Пермятского округа. Обычно команда Йовгуси выступает вне зачета. И вот впервые пермские коллеги смогли тоже побороться на равных с нашими юмористами. Не стал барьером и местный диалект. Язык юмора-то универсальный. Мы немного переживаем, что люди не будут понимать наши шутки, хотя языки очень похожи. Победителями девятого Коми КВНа стала команда Эжваивса Бабаяс – Верхневычегодские бабы. Своеобразный тандем покорил сердца зрителей жюри. В прошлом Виктория и Наталья – капитаны команд Курас Карас и Лючки Ладне, а значит, были конкурентами. А что свою команду не собрала? Да все женились, вышли замуж. А твоя команда где? А тоже все замужем. А ты? Да никто не позвал. По словам девушек, в команде сразу два капитана и приходится уживаться друг с другом. Однако из-за этого юмор получается еще более разным по стилю и подаче. Мы два капитана. У нее была команда Лючки Ладна, а у меня Курас Карас. И все-таки у каждой команды свой юмор. К тому же стиль в первую очередь формируют капитаны. И у нас объединились абсолютно разные по характеру и стилю люди. И не говори, мы опять чуть не подрались. Следующий такой фестиваль пройдет, увы, лишь через два года. А это значит, что зрители успеют соскучиться по самобытному коми-юмору. За то, как снова сами шутят, силы подкопят и средства на дорогу. Ведь оплачивают ее команды, как правило, сами. Павел Королев, Наталья Муравьева, Олег Жуковский, Иван Богомолов, телеканал Юрган, Сыктывкар.